Всем огромный-преогромный привет! Я рада видеть вас на своём канале, надеюсь, вы рады меня слышать. Ребят, поговорим мы с вами о канале Ольга Уралочка Live, и мы с вами продолжаем обсуждать тему школьную. После того, как я уже была уверена на 100%, что ребёнок таки ходит в школу, он опять-таки, ребят, как ходит, да, он числится, да, как Абдугани Азизов, да. То есть ребёнок числится как ученик, то бишь учится. И, ребят, интересные есть, очень интересные моменты, да, со школы. Помните, Уралочка нам рассказывала про урок, про странный урок, на котором дети стоят наказаны, полурока. И якобы в чате рассказывали, что дети тоже говорят об этом. Почему-то мне думается, что, увидев странную тётеньку в чате, и, может быть, узнав там фамилию, то, может быть, решили истебануться, да, по поводу того, что это как урок с наказанием каким-то, да. Но ребёнок-то не может объяснить, что это за урок. Папе-то он, может, объясняет, да, что там стоят дети, почему стоят, кто его знает. Он же абсолютно не говорит по-русски, просто от слова никак, да, и это точно. И вот интересно, в курсе ли в школе, в курсе ли, что на канале, да, бабка Абдугани Азизова вот так вот рассказывает, да, что есть урок наказания в школе. И далее, самое интересное, в курсе ли школа, директор школы, классный руководитель или учительница Абдугани Азизова, что отец Абдугани приходит в школу и платит его одноклассникам по сто рублей за то, что те помогают Абдугани. Мне очень интересен такой момент, потому что это недопустимо. И в курсе ли родительский чат о том, что творит отец Азизова, Азизов Сафар. Он же нам об этом рассказал. И вырежет он это или не вырежет он это. У многих это есть. Помните, как на стриме, когда ребёнок до ночи не спал, благо он не понимает по-русски, а его папа с сожительницей до полуночи орали на стриме, оскорбляли славянок, обзывали матами и рассказывали, как Сафарик платит несовершеннолетним детям по сто рублей за то, что они помогают его сыну. В курсе ли в школе всей этой ситуации? В курсе ли в школе, что ребёнок не спит по ночам из-за стримов, из-за криков, из-за того, что эта парочка от безумия от ста подписчиков не спит ночью, а празднуют победу? Это в этой однушке? Ну, мы же с вами представляем, что живут они вместе. Нам же пытаются доказать, что живут они все вместе. Абдугани, Уралочка и Сафарик. И всё-всё, больше никто-никто. И только с ними он живёт. В курсе ли? Школа. Вообще, это жесть, ребята. Это жесть, что они творят. Я особенно вспоминаю эти слова, когда Сафар говорил, что платит деньги. Тогда даже Уралочка выпучила глаза. Да, она ещё спросила. Представляете, Сафарик по 100 рублей детям раздаёт, да? И без ведома Уралочки раскидывает там детворе по сотке за то, чтобы мало того, что она там супы варит, деньги тратит на него, прожорливым называет, ещё папке приходится и отстёгивать детворе деньги. Я, ребят, представляю. Я представляю родителей этих детей, которые, слушайте, приносят деньги домой и не знают, как сказать, кто им дал. Какой-то дядя, какого-то обдугани. Папа принёс и дал нам деньги. Это ужас. Это просто ужас. Я, вы знаете, если бы у меня такая ситуация была, чтобы у меня ребёнок принёс деньги со школы и сказал за то, что я там помог мальчику, который не разговаривает по-русски, я была бы в шоке, я тут же бы побежала бы к директору. Я бы не смогла бы успокоиться. Потому что, ну как так, ребят? Что это такое? Сначала он деньги будет носить, а потом что он будет туда носить? То, что сам жуёт и сплёвывает. С денег начинается. Кошмар, ребят. Это просто шок. Это просто шок. И вы понимаете, вот это вот всё вспоминая, да, и как-то вот сопоставляя со школой, с ребёнком, с этой однушкой, я понять не могу, как нормально реагирует опека, как нормально реагирует школа. Видимо, неспроста сейчас у них нет времени. Почему-то я так думаю, что неспроста у них нет времени. Но, видимо, школа всё-таки не до конца ещё в курсе всего. Хотя, вы знаете, если они в поиске Ольги Уралочки лайв-канала, то, естественно, они попадут на каналы обзорщиков. И, да, послушают, посмотрят, что говорят люди, у которых нет вёдер алюминиевых на башке, которые умеют всё смотреть, умеют всё слушать и раскладывать по полочкам, а не пропускать мимо ушей вот это вот враньё и восхищаться, разбивая лбы о пол. Я теперь понимаю, бьются они, наверное, чтобы бёдра слетели, а бёдра, ну, никак не слетают. Короче, ребят, вот такое, вот, знаете, решила как напоминалочку сафарочки сделать с Уралочкой, чтобы не забывали, так, напоминать периодически, чтобы не забывали, что они творят, что они транслируют свои видеоролики на весь мир. И то, что они могут удалить, кто-то может записать. Но всё равно, ребят, понимаете, языки их, ну, невозможно привязать. Они всё равно несут. Вот даже натворив уже дел, да, и уже ездят же по проверкам, и всё равно умудряются к доктору срочно-срочно отправлять зрителей к доктору. Ну, вот как это можно понимать, ребят? Как это можно понимать? Уже же столько раз наступали на грабли, и, ребят, я более чем уверена, что эти оскорбления будут продолжаться, если не последует никакого наказания. Кстати, ждём мы, конечно же, ответы и с опеки ещё, и с налоговой. Да, именно с налоговой. А то, интересно, живёт наша парочка. Машину в кредит купили, а вот налоги заплатили, и не только за Ютуб, но ещё и за шитьё на дому. Да, 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 этот вопрос тоже стоит перед налоговой. Ребят, ну, а что? Сколько можно терпеть? Сколько можно терпеть враньё? Сколько можно терпеть оскорбления? Сколько можно? И в конце концов, ладно бы уже врали и не оскорбляли, а то кругом все виноваты. Они врут, а почему-то виноваты те, кто это враньё видит и ловит на вранье. устроили цирк, устроили какой-то сериал с вымышленными героями, втирают людям, врут, обзывают, оскорбляют, смерти желают, а виноваты в этом, как всегда, зрители. Ребят, у меня всё. Пишите, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии, оставляйте своё мнение. Но я хочу напомнить, что это лично моё мнение, и я его никому не навязываю. Каждый вправе думать по-своему, потому что мы с вами все разные, и воспринимаем ту или иную информацию тоже по-разному. И это нормально. Жду ваших комментариев, жду вашего мнения. Ну и прежде чем с вами попрощаться, желаю каждому из вас прекрасного настроения, позитивных эмоций, мирного неба над головой, любви, добра, понимания и, конечно же, здоровья. Берегите себя, берегите своих близких. Ну а я вас обнимаю. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok